Продолжение следует... ...и технологических машин и комплексов, в скобках автомобильный сервис. И это было реализовано в 2001 году. С 2001 года мы готовим по этой специальности, так сказать, вначале специалистов, затем бакалавров и затем магистров. Это достаточно интересная, так сказать, специальность или направление, как можно сейчас говорить, которая, в общем-то, востребована на рынке труда. И города Омска, ну и всей нашей страны. Это, так сказать, направление было открыто вторым после того, как было открыто гидравлические машины, гидропривод и гидропневмоавтоматика. Эта специальность, ну сейчас это уже направление, тоже было открыто в 1996 году. Затем были открыты уже многоцелевые гусеничные колюсные машины в содружестве с военной кафедрой, а сейчас военно-учебный центр. Ну и после того, как мы открыли эту специальность, мы оснастили все наши лаборатории, которые находятся в шестом корпусе, всем необходимым оборудованием. Каким? Мы купили подъемники двухстоечный, четырехстоечный, мы купили автомобиль Нива для проведения занятий практических, мы купили, значит, стенд по диагностике двигателя, мы купили, значит, стенд по развалу схождения колес, мы купили стенд по обнаружению неисправностей в электрооборудовании автомобиля и так далее, и так далее. То есть все это было у нас и все это работало, но не было, так сказать, основного. Не было того, чтобы напрямую студент, а далее магистр, участвовал, так сказать, в реальном ремонте автомобиля. То есть не только его научить надо было, но и создать такие условия, при которых он был максимально приближен к производству, к тому, что он придет на производство. Вот этим целям и задачам хорошо, я считаю, соответствовала идея постройки, так сказать, станции технического обслуживания для нашего вуза, для нашей кафедры, для студентов, которые здесь могли бы проходить учебное занятие, могли бы проходить практику, могли бы участвовать в реальном ремонте автомобилей и в реальном зарабатывании денег для, скажем, себя и для вуза. Эта идея была достаточно, она появилась достаточно давно, и достаточно долго мы ее вынашивали, эту идею. Вынашивали как? Вынашивали, искали, ну, начнем с того, что вот эта станция технического обслуживания, она должна быть где-то находиться в таком хорошем, так сказать, месте, чтобы был удобный подъезд и отъезд, и она была видна, и достаточно была близка к оживленным магистралям, чтобы имела, так сказать, практический смысл. И вот если взять территорию нашего вуза вот здесь, да, ее, казалось бы, много, она большая территория, но вся она занята. И мы, было несколько предложений по согласованию именно территории, но затем я все же убедил, так сказать, ректора Жилина Николаевича, что надо вообще, говоря, строить ее здесь. Хотя здесь были определенные препятствия в виде, вот тут рядом проходит у нас ливневая канализация, и пришлось эту ливневую канализацию вообще отсюда убрать, перенести. И на этом месте, так сказать, построить вот нашу станцию технического обслуживания. Ну, вы видите, что она рядом, так сказать, абсолютно, в абсолютно хорошем месте. Вот если бы вы захотели, да, найти лучшее место, то его вряд ли бы нашли. Она находится вот именно, как, скажем, в очень удобном расположении. Она видна, видна реклама, легко проехать, да, она доступная, и все это рядом. Поэтому вот первое – это место. И место, так сказать, ну, несколько лет мы это даже года два, наверное, мы искали, согласовывали. Значит, у нас был доцент нашей кафедры Зензин Юрий Андреевич, и вот мы, собственно говоря, с ним вот этим занимались. Второе, что мы нашли, это мы объявили конкурс среди студенческих проектов. У нас шел выпуск студентов, и мы рассматривали несколько вариантов станции. То есть мы несколько компоновок этих станций. Мы посмотрели, какие есть вообще компоновки, как используются станции, и сделали несколько дипломных проектов на эту тему. Объявили конкурс и выбрали лучший студенческий проект именно на станцию, на эту станцию. Далее мы обсудили на заседании кафедры эти все проекты, после того, как они были сделаны, защищены. Это было в течение двух лет тоже проводился этот конкурс, мы смотрели. И выбрали вот такой проект, который сейчас реализован. Были и другие, так сказать, варианты. Я имею в виду по именно компоновке, чтобы здесь был учебный класс, вот сейчас мы в нем находимся. Чтобы здесь были удобные, так сказать, ну, планировка была удобная, потому что все вот эти проекты, они как раз и предусматривают это. Это в первую очередь планировку расположения станции, как она находится, чтобы были, так сказать, правильные выбросы розоветров, значит, чтобы она была, если это придорожная, то возле оживленных магистралей, потому что, чтобы можно было заехать. Далее, так сказать, компоновка внутренняя. То есть какие должны быть работы проведены, могут проводиться здесь, да, и эти работы, а, давали бы, значит, максимальную возможность научить студентов, так сказать, этой специальности, б, приносили бы доход от коммерческой эксплуатации этих, так сказать, стендов. Вот мы выбрали, соответственно, ну, далее мы покажем, какая структура здесь, вы ее посмотрите, Иван Павлович вам расскажет. Вот мы выбрали такую компоновку, и далее, после того, как это все, так сказать, было сделано, институт не имеет права проводить работы на проектирование. То есть мы выбрали, так сказать, заказчика, подрядную организацию, которая бы именно спроектировала, у которой спроектировала эту станцию, и были бы у ней, так сказать, лицензии на возможность проектирования. Это такой, в общем-то, заказчик нашелся. Это наш партнер нашего вуза. Сейбнефтетранспроект. Такая есть хорошая организация. И наши студенты там работают, выпускники гидравлические машины и гидропневмоавтоматики. И они имеют право, в принципе, проектировать такие объекты. Вот они нам спроектировали уже по нашим предварительным разработкам эту станцию. И далее мы, так сказать, было допроектное согласование. Проект, послепроектное согласование – это тоже достаточно длительная процедура. Для того, чтобы вы понимали, что после того, как сделан проект, нужно все еще подписи собрать. Это какие-то подписи. Это и ГАИ, это и экология и так далее, и так далее. Значит, это все, так сказать, было сделано. Далее шел выбор заказчика. На дворе примерно был год 2008. Как раз вот был кризис тот. И мы выбрали заказчика. Есть такая фирма строительная «Луна». Вы, наверное, слышали о ней, да? Вот она непосредственно нам строила вот это здание. Я считаю, в целом, несмотря на отдельные замечания, станция построена хорошо. И вот даже видите, да, вот мы сейчас сидим, тут у нас тепло, даже жарко, да. У нас вот тут такой, в общем-то, сэндвич-панели, да, тут стоят, утепление. Ну, стенка не очень толстая, но потери, так сказать, небольшие тепловые. Значит, спроектировано хорошо. У нас небольшие потери в окнах и так далее. То есть мы достаточно экономно и все правильно сделали. Значит, в течение, пожалуй, двух лет шло строительство. Далее мы оснащали нашу станцию этим оборудованием, которое мы планировали, да. А какое это оборудование? Это у нас основное оборудование. Это, ну, как и на любой станции, значит, когда автомобиль, так сказать, приезжает, его надо, естественно, помыть, да, либо по открылке, либо сверху. У нас два поста мойки сделаны. Ну, два всегда делается, потому что, если один вдруг сломан или занят, то есть обычно на всех станциях делается так. Один технический, посттехническая мойки, и один, так сказать, постполной мойки автомобиля с непосредственно, даже и с химчисткой можно. Мы далее заезжаем. Значит, у нас, смотрите, что у нас есть. У нас есть блок диагностики автомобиля. Этот блок диагностики автомобиля включает в себя тормозной, так сказать, стенд, который проверяет, так сказать, тормоза. Далее там же осуществляется диагностика двигателя. То есть куплен у нас мотор ТЭС, который, собственно говоря, осуществляет диагностику двигателя и показывает, если у вас в современном автомобиле зажигается какая-то неисправность, то надо идентифицировать эту неисправность, и вот там, собственно говоря, она идентифицирована. Ну, есть отдельный настоящий блок, он соединил станцию с помощью двери. Значит, и заезд отдельно. Далее у нас стоят мелкосрочный ремонт. Что включает мелкосрочный ремонт? Это у нас стоят три подъемника, два двухстоечных подъемника, один четырехстоечный подъемник, который, собственно, вот четырехстоечный подъемник, он вместе тоже со стендом диагностики и вместе со стендом развал схождения колес. Ну, тут это все показано. И мы еще это все посмотрим. Развал схождения колес и так далее. Далее у нас есть стенды по замене рабочих жидкостей автомобиля. Рабочие жидкости – это какие? Это, естественно, смазывающая жидкость, это масло в двигателе, это непосредственно охлаждающая жидкость в системе охлаждения, это тормозная жидкость, ну и так далее. То есть все рабочие жидкости, которые есть в автомобиле, они тоже у нас, так сказать, меняются. Далее, вот развал схождения. И, соответственно, мы балансировку, да, и шиномонтаж осуществляем. Балансировка и шиномонтаж – это тоже важные, так сказать, моменты. Они, вот эти все стенды, они у нас есть, так сказать, на кафедре, и мы там тоже их, так сказать, обучаем на них студентов, делаем лабораторные работы. Ну, а здесь мы осуществляем уже практическую деятельность. Значит, что еще? Да, вот здесь прекрасно показано. Значит, для того, чтобы проводить мелкосрочный ремонт, необходимо станочное оборудование. Ну, какое? Это фрезерный, так сказать, станок. Вот он тут стоит. И это токарно-шлифовальный станок. Вот это те станки, которые необходимы для того, чтобы проводить мелкосрочный ремонт, связанный с ремонтом, в первую очередь, двигателя и системы подвески. Ну, двигатель, основные детали вы, наверное, знаете. Это что? Это коленчатый вал, да, это блок цилиндров. Это, соответственно, поршни. Это уплотнительные маслосъемные кольца. Ну, они не ремонтируются. Это головка блока цилиндров. Значит, шлифуется головка блока цилиндров. Шлифуется, так сказать, блок цилиндров. Значит, ну, и клапана, естественно, тоже там они присутствуют. И распредвал. То есть вот эти моменты. Ну, и подвеска. То есть все, что необходимо, это все есть. Далее, значит, любой современный автомобиль, он оснащен, собственно говоря, системой электронных, значит, электронных, электрических систем. Довольно в нем много, да. Ну, это различные датчики. Это, в принципе, бортовой компьютер и так далее, и так далее. Который дает необходимое сведение для пользователя. Ну, какой? Остаток бензина, среднюю скорость и так далее. Ну, и все остальное. И плюс электрическая довольно часть большая, да. Это указатели поворотов, это лампы стоп-сигнала, это световые приборы, это датчики дождя и так далее, и так далее. Это все относится к электрической системе. У нас есть стенд по проверке электрооборудования. Есть он тут, нет? Он тоже там есть, внизу вы его посмотрите. То есть все необходимое. Это по проверке электрооборудования. Еще, кроме электрооборудования, относятся генератор, стартер и так далее. То есть довольно много электрооборудования в автомобиле. Кроме электронного оборудования, много еще электрического оборудования. И это все тоже мы проверяем и ремонтируем. Ну, еще, безусловно, есть, значит, возможность подкачки шин. Централизованная система воздухоснабжения. Для пневмоинструмента сделана. Это тоже, так сказать, удобно. Оборудовано, значит, такими, я бы сказал, хорошими верстаками, на которых можно проводить, значит, работы. Все наши люди, которые работают, имеют фирменную одежду. Более того, значит, есть у нас, безусловно, большой, так сказать, узел, где, ну, скажем, санитарно-гигиенические нормы должны соблюдаться. Человек должен, так сказать, помыться после работы. Работа, так сказать, грязная. Далее, так сказать, вот эти все моменты. Туалеты, душевые, мойки. Все это присутствует, запланировано. Это как все должно быть, так сказать. И более того, клиентская, где люди, так сказать, могут отдыхать. Далее, комната мастеров, приемная у нас есть. Ну, и здесь вот на этом, это вот класс, который хорошо оснащен. Видите, везде кондиционеры стоят. Это тоже очень удобно. Бухгалтерия, кассовый аппарат. И система, так сказать, интернета здесь есть. И бухгалтерия сделана, значит, ну, для того, чтобы оценить трудоемкость выполняемых работ, надо приобрести непосредственно базу, которая бы, базу трудоемкости. Далее, так сказать, по этой базе определяется трудоемкость. Далее, зная, так сказать, стоимость одного норма часа, который, в общем-то, меняется и который утверждается ректором. И зная трудоемкость, определяется, значит, стоимость, так сказать, ремонта. Далее выписываются все необходимые документы, которые нужны клиенту для того, чтобы обеспечивался ремонт правильно, а не выписываются. Это акт приемки автомобиля, это акт выполненных работ. И еще у нас там ряд бумаг необходимых. Мы провели такой, переняли опыт других станций, съездили на Омскладу, ведущую станцию, изучили у них опыт, как они делают. И дальше внедрили у себя эту всю бухгалтерию. То есть у нас полный цикл сделан. Ну и в этом году, итог, в этом году осенью состоялось торжественное открытие этой станции. Год мы еще после того, как оборудование устанавливали, мы еще, ну скажем, ввели пилотную эксплуатацию этой станции. И открыли, вот, собственно говоря, вы видите губернатор Назаров, Смолин, я и ректор запечатлены. 1 сентября мы открыли в эксплуатацию. Сейчас мы проводим коммерческую эксплуатацию этой станции, ведем образовательный процесс и проводим научную деятельность. Началом этой научной деятельности послужил у нас студенческое конструкторское бюро на кафедре, которое у нас возглавляет доцент Залознов Иван Павлович. Значит, под его руководством студенты проводят, так сказать, научную работу. Далее эта научная работа будет выливаться в дипломные проекты, в магистрские диссертации. И в будущем, так сказать, планируется открыть аспирантуру. Это мы уже несколько лет по этому направлению. Сейчас у нас на кафедре аспирантура по двум специальностям, чтобы вы знали. Это 05-04-13 гидравлические машины и гидропневмоагрегаты. Значит, и 05-04-06 вакуумная компрессорная техника. Я председатель совета диссертационного по защите кандидатских и докторских специальностей. У нас есть в УЗИ совет по специальности 05-04-13. Гидравлические машины и гидропневмоагрегаты. У нас наши сотрудники кафедры. Ну вот, вы знаете, недавно защитил диссертацию Вениченко. А вообще, вот эти ребята, то есть на кафедре идет преемственность поколений. Я из тех студентов, которые с 96-го года начали учиться, выбирал лучших студентов, оставлял их. Они заканчивали аспирантуру и защитились. Вот среди наших, ну практически все наши преподаватели, за исключением небольшого количества, да. Давайте, вот второй выпуск. Павлюченко, Лысенко, Носов. Вот они остались первые. Они защитили диссертации у нас по этим двум специальностям. Дальше идем. Теперь, значит, Григорьев Александр Борисович защитил диссертацию. Вениченко защитил диссертацию 3 октября в этом году. И в начале следующего года планируется к защите Кузбанов Аканка Ирбайович. Это 6 человек. Далее я и Болштянский Александр Павлович, 2 профессора. И еще у нас 2 доцента. Это Иван Павлович Залознов, он пришел к нам с Сибади в том году. И непосредственно Нестеренко. Вы его тоже знаете, Григорий Анатольевич Нестеренко. И таким образом кафедра имеет в будущем, вот в ближайшее время будет иметь 8 кандидатов наук и 2 доктора наук. То есть из 16 преподавателей 10 имеют ученые степени и звания. Это полностью соответствует всем требованиям Рособранадзора в сфере образования. Ну и естественно кафедра имеет свой сайт. Сейчас мы будем делать сайт непосредственно для нашей станции, чтобы ее лучше знали. Чтобы она была популярна. Сейчас задача ее сделать хорошую рекламу этой станции. Таким образом вот есть структура. Вот давайте мы посмотрим. Это наша кафедра. Это научно-образовательный ресурсный центр. Сервис автотранспорта. Который включает в себя учебно-производственные мастерские, то есть станцию технического обслуживания. Значит производственную базу, учебный класс, диагностика. И еще у нас есть школа бизнеса. То есть у нас на кафедре 2 СКБ. Одно это профильное СКБ под руководством Ивана Павловича. А второе у нас инициативное СКБ и студентов, значит, специальности сервиса автотранспорта. Это третий, четвертый курс у них. Они, значит, в общем-то решили самостоятельно вести, и вот называли бизнес-школа. Сейчас я с ними работаю над предмет того, чтобы они нам помогали, по сути дела, сделать хорошую рекламу и расширить клиентскую базу для нашей станции. Так как станция только введена, любое первоначальное дело обладает достаточно мощной инерцией. Ее надо раскрутить. Ну что значит раскрутить? Это значит, в принципе, от нуля в плане пользователей привести к какому-то некому состоянию, которое бы удовлетворяло и нас, и ВУЗ, и вообще говоря, население, которое здесь вокруг находится. Потому что основная задача, это вообще любого образовательного, либо любого предприятия, действующего на территории страны, это всемирное удовлетворение растущих потребностей населения. Эта задача была сформулирована, как она была сформулирована при социализме, так она и сейчас есть. И любое общество к этому стремится, нормально развивающее. Значит, ну немножко о ВУЗе я еще расскажу. Вот в ВУЗе действует сейчас 22 направления образовательных программ. По 12 направлениям созданы ресурсные центры. Вот у нас на кафе два направления. Это транспортные машины, да, и это энергетика. К транспортным машинам относятся две, собственно, специальности. Сервис автотранспорта и многоцелевые гусеничные колесные машины. К энергетике относятся гидравлические машины и гидропневмоагрегаты. Вот ректор поставил задачу в ближайшее время создать по каждому из образовательных направлений свой ресурсно-образовательный центр. Поэтому на кафедре в ближайшее время будет, ну уже, собственно, сейчас работы ведутся, создан еще один, значит, научно-образовательный ресурсный центр по гидромашинам, который будет включать в себя образовательную деятельность. Ну, то, что я вам много читаю, вы знаете, стенды образовательные. Далее, так сказать, это научную деятельность. По научной деятельности, я уже сказал, что действует аспирантура, совет, и более того, мы в этом году выиграли грант. Грант, наша кафедра подала заявку на грант и выиграла грант на три года с финансированием порядка 26 миллионов за три года. Это большие деньги, и, значит, мы, значит, я думаю, их успешно освоим, мы читаемся, мы пишем изобретения, статьи, защиты, то есть у нас все ведется. И будет вестись практическая производственная деятельность у нас по гидромашинам, это ремонт гидравлических машин, в первую очередь насосов объемного действия, радиально-поршневых, аксиально-поршневых, шестерионных, пластинчатых, то есть то, что вы прекрасно знаете. Мы будем этим, так сказать, заниматься. Поэтому вот эта задача, которая поставлена ректором Виктором Владимировичем Шалаем, мы, я думаю, будем успешно ее выполнять и выполним успешно в ближайшее время, в этом году и на следующем. Примерно к лету следующего года, я думаю, мы создадим такой ресурсный центр, наполним его оборудованием и научными стендами. И далее начнем, у нас на кафере будет функционировать два ресурсного центра, которые будут помогать в процессе обучения студентов, зарабатывать деньги для вуза, ну и, естественно, быть такой хорошей точкой опоры для того, чтобы вуз далее переходил из университета в национальный исследовательский университет. Это более высокая ступень. И задача ставится такая, чтобы вуз в ближайшее время перешел. И я думаю, что он это сделает успешно. Ну вот услуги, показана диагностика. Давайте еще раз пройдем по слайдам, которые тут представлены. Ну, я думаю, я достаточно хорошо все рассказал, да? Понятно и подробно. Давайте мы, теперь я отвечу на вопросы, которые у вас есть. Здравствуйте. Я хочу вам предложить послушать лекцию по поводу студенческого конструкторского бюро, которое действует на кафедре гидромеханика и транспортной машины. Я Залознов Иван Павлович, доцент кафедры гидромеханика. И мы, работая в научно-образовательном ресурсном центре сервиса автотранспорта, вместе со студентами осваиваем научную составляющую этой работы. В этом году было создано студенческое конструкторское бюро под названием «Диагностика автомобилей». То есть инициативные студенты во главе со мной предложили идею о создании лабораторного оборудования на базе научно-образовательного ресурсного центра. И, соответственно, основная цель, как мы видим, она состоит в том, чтобы на базе ОМГТУ создавать научно-техническую конкурентоспособную продукцию, которая может быть интересна не только студентам ОМГТУ, но и за пределами для производственных предприятий, для автосервиса и также для образовательной деятельности. На 2014 год были поставлены задачи о создании этого студенческого конструкторского бюро с разработкой положения, включения его в структуру ОМГТУ. Соответственно, задача стояла спроектировать стенд, о котором идет речь, и провести научно-исследовательскую работу по исследованию работоспособности элементов системы питания с прыском топлива для того, чтобы можно было оценить состояние самой системы и, в частности, более подробно исследовать состояние электрического бензинового насоса. Коллектив СКБ на сегодняшний день — это три студента-магистранта, то есть они уже закончили бакалавриат, теперь перешли в магистратуру и активно на сегодняшний день занимаются научными исследованиями. Мы размещаемся вот как раз в этом научно-образовательном ресурсном центре, его открыли недавно, и, соответственно, мы здесь на базе этого центра как раз и проводим эти исследования. В этом году, кроме возможности выполнять такую работу, было еще и финансирование от ОМГТУ в рамках программы, которая была изначально заявлена как грант, соответственно, ОМГТУ включился в эту работу, выиграл этот грант, и, соответственно, финансирование шло не только от ОМГТУ, но и из федеральных средств. И, соответственно, для нашего студенческого конструкторского бюро были выделены запрашиваемые нами средства. О чем это говорит? О том, что инициативные студенты, включающиеся в работу в студенческих конструкторских бюро, могут реализовывать свои идеи, и им будут еще и предоставлять некие финансовые средства, инструменты, чтобы они могли реализовать эти идеи. Потому что идеи у нас много, вы молодые, у вас большой широкий взгляд на жизнь, много энергии, и вам предоставляют возможности не только физически работать, но и материально, соответственно, чтобы не за свой счет какие-то свои придумки реализовать, а в том числе с использованием средств, которые выделяет ОМГТУ на такие программы развития. Мы приобрели ряд оборудования, соответственно, вот на этой фотографии видно, есть оборудование для гидравлической части, то есть чтобы можно было аналоговыми приборами измерять давление топлива, разрежение во впускном коллекторе. Есть прибор для измерения расхода топлива, то есть измерительная база, которая позволяет проводить научную работу. Есть аналогово-цифровой преобразователь, к которому подключаются аналогово-цифровые интеллектуальные датчики. И, соответственно, с их помощью можно не только получать информацию, но записывать ее в компьютер, соответственно, после этого обрабатывать, и в том числе проводить исследования по поводу связи, как будут показывать датчики цифровые и аналоговые. Насколько они одинаково будут показывать и насколько можно доверять тем или иным показаниям датчиков. Также есть приборы для проверки электрической части систем, чтобы мы могли проверить состояние электрического бензинного насоса, измерить напряжение, измерить силу тока. Причем один из приборов меряет силу тока контактным методом, то есть мы должны в цепь включить свой прибор, и, соответственно, он тогда покажет силу тока. И точно так же есть такой прибор, как токовые клещи. Он позволяет измерить силу тока бесконтактным способом. То есть это очень просто. Мы имеем провод, подключаем на него вот такую прищепку и получаем показания безразрывным методом. То есть нам не нужно откручивать провод, разрезать его, зачищать, подключать. То есть это, во-первых, долго, во-вторых, не каждый человек разрешит в своей машине разрезать проводку. Соответственно, здесь мы имеем возможность получить информацию бесконтактным способом, причем с достаточной для нас точностью. Студенты изготовляли стенд, то есть мы видим работы по изготовлению стенда, сделали раму, сварили, покрасили и, соответственно, смонтировали вот то оборудование, которое было закуплено на этот стенд. То есть в итоге мы получили штатную систему питания, то есть бак, топливный насос для системы впрыска топлива, фильтр, вот этот вот расходомер топлива, электромагнитные форсунки на топливной рампе и измерительное оборудование. Плюс к этому на выделенные средства было закуплено компьютеризированное рабочее место, то есть компьютер, монитор, который позволяет собирать информацию и, соответственно, тут же ее представлять, показывать. Соответственно, этот лабораторный стенд будет использоваться в качестве учебного стенда, будут проводиться лабораторные работы на этом стенде. Этот же стенд будет использоваться для научных исследований, для вот этого конкретно и для последующих. И в дальнейшем мы планируем этот стенд использовать как измерительную базу, то есть это готовый комплект, который позволяет проводить разные измерения. То есть мы создавали его не для того, чтобы только электрический бензиновый насос проверить, но и другие системы, которые есть в автомобиле. В дальнейшем мы планируем в этом студенческом конструкторском бюро вместе с магистрантами создать моторную установку, то есть двигатель, который будет работать, заводиться, и чтобы он работал, ему нужна система питания. Соответственно, этот стенд представляет собой систему питания, и мы сможем подключить его к нашему двигателю и получить такую совокупную большую установку, которая позволит проводить еще больший спектр исследований. То есть мы будем заводить двигатель, менять различные виды топлива, добавлять присадки, и с измерительным оборудованием будем получать необходимую нам информацию. То есть идеи, которые у нас появляются, у вас будут появляться, их можно будет реализовывать как в пределах этого студенческого конструкторского бюро, так и в других студенческих конструкторских бюро, которые есть в МГТУ. То есть в этом году было открыто порядка 20 студенческих конструкторских бюро, на следующий год тоже будут открываться такие студенческие конструкторские бюро, если будут желающие студенты, то есть инициативные, которые придут и скажут, что мы хотим другую тему. То есть это может быть любая тема, которая будет интересна вам, которая будет интересна ВУЗу, которая будет интересна предприятиям и организациям, которые, соответственно, вас принимают как выпускников, либо оказывают какие-то услуги. И точно так же, имея вот этот стенд, можно развивать вопросы диагностирования автомобилей, которые приезжают на станцию. То есть есть автомобили, которые приезжают на эту станцию, да, соответственно, просят провести диагностику, да, у нас не работает один элемент или другой элемент системы питания. То есть этот стенд будет позволять проводить более подробные диагностические процедуры. И, соответственно, использоваться в учебном процессе, как я уже говорил, и в дальнейшей научной работе. Этот стенд будет у нас размещен на участке диагностики, который находится здесь же, да, в научно-образовательном ресурсном центре. И, соответственно, будет включен в комплекс тех диагностических средств, которые уже имеются на базе научно-образовательного ресурсного центра. Мы в этом году уже отчитывались по работе студенческого конструкторского бюро, разработали положение, спроектировали стенд. То есть студенты изготавливали чертежи изначально, да, то есть вот можно увидеть, что было предположительно изначально задумано, да, и что в результате получилось. То есть вот задумка, проект и его реализация. И, соответственно, так как уже часть работы выполнена научная была, были опубликованы две работы вместе со студентами. Это научные работы, они опубликованы в международных сборниках, вышли, входят в систему РИНЦ, да, то есть Российский индекс научного цитирования. То есть это полноценные научные работы, и студенты уже, да, на сегодняшний день стали соавторами научных публикаций, которые вышли и зарегистрированы. То есть работа, она полезна как студентам, так и кафедре, так и вузу в целом. То есть это все учитывается в показателях вуза, которые, соответственно, да, предоставляются в департамент образования. Ну и, соответственно, вот как я уже говорил, на 2015 год на нашем студенческом конструкторском бюро предлагается выполнить, продолжать экспериментальное исследование на базе этого стенда, опубликовывать результаты. То есть мы сейчас сделали теоретические исследования, создали стенд, да, то есть дальше мы должны проводить экспериментальные исследования. И, соответственно, результаты этих исследований точно так же будут публиковаться. Как вариант предлагается создание моторной установки, да, которая будет работать в совокупности с нашим созданным стендом. Ну и, естественно, принимать участие в выставках на территории Омской области, в днях открытых дверей, в открытых лекциях, которые будут проводиться, чтобы и студенты, и абитуриенты, и школьники, и представители автосервисных предприятий могли видеть, что в вузе есть не только чисто образовательный процесс, но и производственная, а также научная составляющая. Спасибо за внимание. Мы видим, что у нас есть подъемники. Это позволяет выполнять автомобиль с вывешенными колесами. Соответственно, большинство работы удобно делать на этом подъемнике. Однако, для выполнения работ по развалу и схождению необходимо, чтобы автомобиль стоял на поверхности. И для этого есть четырехстоечный подъемник. Соответственно, автомобиль загоняется, устанавливается на каждое колесо специальные 3D-мишени. И компьютеризированный стенд по развалу и схождению позволяет выполнить работу по оценке и регулировке углов установки управляемых колес с высокой точностью. То есть, это стенд очень современный. В нем есть база автомобилей отечественного и зарубежного производства. И она позволяет выполнять работы по оценке углов развала схождения, продольного угла наклона управляемых колес. И также углов установки колес задней оси, если в этом есть необходимость. Дальше мы можем видеть стенды, посвященные вопросам шиномонтажа. То есть, это стенды, которые позволяют проводить работы по тому, что нужно и необходимо разобрать колесо, собрать колесо, накачать, выполнить работы, связанные с монтажом, демонтажом камеры, ниппелей и так далее. Соответственно, позволяет этот стенд выполнять работы с большинством колес, с колесами большинства автомобилей. Соответственно, рядом установлен балансировочный станок. Мы можем выполнять балансировку автомобильных колес на штампованных дисках и на литых дисках. То есть, наклеивая либо самоклеящиеся грузики, либо устанавливая обычные грузики. Есть также стенд для вулканизации. Мы можем ремонтировать как камеры, так и покрышки. Соответственно, дальше мы можем видеть оборудование для смены масел, тормозной жидкости и охлаждающей жидкости. И, соответственно, стенды для выполнения работ, связанных с ремонтом узлов и деталей. То есть, расположен станочный парк, где расположен токарный станок, фрезеровочный станок, стенд для сварки деталей контактным методом, контактная сварка и шлифовальный станок. То есть, точно так же здесь размещается оборудование для проверки электрической части, как Виктор Евгеньевич рассказывал. То есть, стенд для проверки генераторов, стенд для проверки стартеров и другого электрического оборудования. Вот в данном случае мы видим уже автомобиль, который приехал на работу по ремонту двигателя. То есть, сейчас, после того, как клиент привезет запасные части, будет произведена работа по притирке клапанов, замене гидрокомпенсаторов и окончательной сборке, проверке диагностики двигателя. То есть, работы уже ведутся, центр открыт, и, соответственно, мы можем видеть, что присутствует и учебная часть, и научная, и практическое выполнение работы.